Всем большой привет! Всем гостям, всем подписчикам моего канала! Меня зовут Александра, только что приехала с магазина Росман и хотела показать свои небольшие покупки. Небольшие покупки почему? Потому что в основном сейчас всё я заказываю на сайте Эйван шампуни, гель для душа, мыло и поэтому магазин Росман меня маленько сейчас забывает. Но всё-таки есть продукты, которые, конечно, в Эйване не закажешь и поэтому немножко пришлось подкупиться. Ну, давайте я вам сейчас быстренько всё покажу. Купила вот такую вот какую-то новую краску для бровей, такой у меня ещё не было. Цена её 7,95 и написано, что её можно использовать 4 раза, то есть 4 дозы внутри. И написано, что эта краска будет держаться около 6 недель. Ну, это, конечно, не преувеличили, но попробуем. В общем, такой краски у меня ещё не было. Всё, что я покупала, очень быстро смывается, очень удобно пользоваться. И что меня привлекло в этой краске, что её можно сразу смешать и нанести на брови. А не как в тех упаковках сначала нанести одно, подождать одну минуту, потом другое. Ну, в общем, вот такое вот какое-то новое средство. Девочки, кто уже пробовал, можете написать в комментарии, понравилось вам или нет. Ну, в общем, сегодня вечером хочу попробовать. Как я уже сказала, цена 7,95, но у меня ещё был гудшайн 10%, поэтому она вышла чуть-чуть дешевле. Сейчас я вам покажу, как она выглядит внутри. Ну, вот здесь вот такая ещё инструкция. Инструкцию мы читать, конечно, не будем. В общем, вот такой вот пакетик. И внутри, опять же, небольшая инструкция. Четыре палочки для того, чтобы нанести нашу краску. Вот такая вот дозочка, в которой мы размешаем нашу краску. Вот такие вот четыре капсулы самой краской. И ещё вот такого средства. Только теперь непонятно, как его дозировать. Ну, в общем, короче, как я понимаю, высыпать вот один такой порошок, а сколько этого средства добавлять, я не знаю. Ну, в общем, потом почитаю инструкцию. Ну, вот такая вот интересная краска. Ещё раз повторяю, такой у меня не было. Такой я ещё не пользовалась. И теперь я уже, конечно, сомневаюсь, удобно ли это будет или нет. Ну, в общем, посмотрим. Ещё раз хочу показать упаковку, кто не успел рассмотреть. В общем, я взяла цвет такой миттель браун, средний коричневый. И написано, что очень быстро вы получите результат в течение нескольких минут, что будет держаться около шести недель. Очень легко в использовании. И предназначена для четырёх процедур. Ну, в общем, вот такая вот краска для бровей. Следующее, что я купила за Оэро 55. Ну, в общем, такие липкие ленточки. Здесь четыре штуки. От мошек, от мух. И мне они нравятся, потому что, на самом деле, они очень хорошо функционируют. Ну, конечно, вид неприглядный. Но зато мухи на них очень хорошо даже садятся и ловятся. Вот так вот они выглядят внутри. Вот здесь нужно снять. И вот это вытянуть. И вот за этот крючок подвешить. Ну, в общем, вот такие вот штучки. Купила вот такой освежитель воздуха для туалета. В общем, он вставляется в автоматик. И потом распыляешь. Стоит Оэро 35. И больше всего из всех мне нравится именно вот этот релакс. Поэтому я беру теперь только его. Всё поперепробовала. И цветочный, и лимонный. И каких-то там только не было. Но самый крутой для меня запах – это вот этот релаксирующий. Купила вот такой вот жидкий порошок фирмы Фрош. Короче, здесь у нас получается с запахом граната. Для цветных вещей. И предназначен на 18 стирок. В Росмане сейчас такая акция, что вся продукция Фрош. Там и для туалета, и порошки. И, в общем, и средства для стёкол. В общем, всё-всё фирмы Фрош. Идёт 20% скидкой. И поэтому он вышел мне 2,68. И плюс у меня ещё были свои 10%. На самом деле, я заказала себе порошок для цветного, для белого белья Фаберлики. Но дело в том, что там вообще какая-то неразбериха. А то товара нету. Теперь ещё одна проблема. То, что они теперь очень долго высылают. Я оплатила заказ 19 июля. И до сих пор мне ещё они не высылали посылку. Я уже писала в обратную связь несколько раз. В общем, они отвечают, извините, у нас проблема с доставкой. Сбой в программе, сбой с пересылкой. Ну, в общем, я не знаю, с Фаберликом что-то творится неладно. Надо с ним заканчивать, наверное. Что-то они всё хуже и хуже стали работать. И поэтому, не дождавшись своего порошка, мне пришлось покупать в магазине Росман. Я обычно покупаю с лимоном. Но в этот раз в магазине Росман наконец-то появилась вот такая вот новинка. Потому что до этого в нашем магазине, по крайней мере, не было запахом гранат. И поэтому я взяла именно с запахом граната. Мне захотелось попробовать именно этот запах и именно этот порошок. В общем, для цветного белья. Кстати, он такого красноватого цвета внутри. Ну, в общем, вот такой вот порошок. Единственное, что мне не нравится в этом порошке, это его дозатор. Вообще не понимаю, как его дозировать. Лью всё время на глаз. И вот эта крышечка у меня тоже всё время теряется. Хоть её вообще тут на шнурочек вешай. Ну, в общем. А так, очень даже неплохой порошок. Очень мне нравится. Хорошо отстирывает. И я довольна, в принципе, этим порошком. В общем, этот порошок у нас подходит для стирки от 20 до 60 градусов. И здесь у нас 1 литр 800 миллилитров. И, как я уже сказала, подходит для того, чтобы отстирать 18 стирок. Следующее, что я купила, это вот такая жидкость для снятия лака, для удаления лака. Без ацетона, с биотином и с маслом абрикосовых косточек. Специально для повреждённых ногтей. В общем, здесь у нас 175 миллилитров и стоил он 99 центов. И здесь у него, посмотрите, какой удобный дозатор. Я люблю такие дозаторы. Просто положил ватный диск, два раза нажал, ватный диск уже мокрый. И можно его использовать для снятия лака. Купила вот такой вот лак от фирмы Катри. Стоил он 3,45 евро. Ну, в принципе, купила дочке. Ну, и сама себе, потому что мой ногтевой мастер сейчас в отпуске. Преет только на следующей неделе, а у меня уже очень сильно отросли. И поэтому я взяла вот этим лаком и вот здесь вот намазала. И, в принципе, как будто бы и не видно, что ногти отросли. Ну, и цвет у него такой прикольный. В общем, вот такой вот лак 3,45. Своему любимому коту персику купила вот такой вот виска с 2,65 с курицей. И здесь у нас 800 грамм. И купила ещё вот такие паштитики всякие разные. Я взяла, по-моему, штук 10. Ну, вам здесь штук я, конечно, показать не буду. Просто вот так покажу. В общем, они сейчас тоже по акции по 19 центов. И последнее, что я купила, это вот такие вот салфетки для кухни. Очень люблю эту фирму. Очень она мне нравится. И тоже сейчас рос мне акция, что все продукты от фирмы ЦЕВА идут с 20% скидкой. И у меня вышла Оэро 72. Но бывают, конечно, и лучшие ангиботы по Оэро 49, поэтому я взяла только одну пачку. А так, если бы было по Оэро 49, я бы смело взяла бы 2 пачки. И на самой кассе я взяла ещё вот такие вот пробнички от фирмы DAV. Кремовый душ пилинг с орехом макадамия и с молочным рисом. Такой я ещё не видела, чтобы добавляли молочный рис. В макадамии это почти везде и в шампунях, и в гелях можно встретить. А вот молочный рис я такой вижу первый раз. Ну, в общем, довольно-таки большой пакетик. Мне кажется, хватит его даже на 2 раза. Хотя, не знаю, может быть, за то, что он пилинг, он, может быть, будет... Он, может быть, не очень хорошо будет размазываться по телу и придётся использовать весь. Ну, в общем, посмотрим. И на обратной стороне ещё вот такая вот картинка. Вот так вот он выглядит в оригинале. Вот такая вот у него баночка. И ещё есть такой же, только с запахом граната, нектарина и грейпфрута. Но я тоже такой не видела. Ну, в общем, если понравится, то можно будет присмотреться к таким продуктам от фирмы DAV. Ну, вот, в принципе, всё. Все мои покупочки. Опять же, повторяю, их в этот раз мне очень много. Потому что я сейчас в основном всё заказываю фирмой Avon. Честно сказать, очень довольна этой фирмой. Очень мне понравилось всё, что я попробовала. Гели, шампуни. От шампуня я вообще осталась в восторге. И могу смело рекомендовать эту продукцию. Ну, на этом буду закругляться, заканчивать своё видео. На этой неделе мне также должны прийти ещё посылки с фирмы Avon. Буду вам всё показывать, буду вам всё рассказывать. Ну, и хотела сразу показать, что у нас, наконец, начали чернить сливы. Всё зелёное, зелёное висели. И вот, наконец-то, поменяли цвет. Вон, шмель прилетел. Даже два шмеля здесь. Вот, даже три шмеля здесь. Жужжат. И ещё хотят, посмотрите, какие громадные персики у нас выросли. Даже ещё не выросли, даже ещё растут, потому что они ещё тугие, мне кажется, они ещё больше будут. На другой ветке у нас рос нектарин. Мы его уже съели. Очень сладкий оказался. Просто нереально сладкий. А абрикос, вот эта другая веточка, у нас в этом году почему-то не было. Ну, будем ждать урожая на следующий год. И наши груши тоже уже, посмотрите, какие стали большие. Ну, они будут ещё, конечно, больше. В общем. И здесь тоже. Ну, вот эти мне больше нравятся. Они, мне кажется, какие-то красивее и крупнее. Ну, в общем, вот так вот. Ещё купили вот такую розочку. На самом деле, когда покупали, она была жёлтая. Но сейчас на всеми цветами радуги цветёт. И розовый, и абрикосовый, и жёлтый. В общем, вот такая вот интересная розочка теперь у нас здесь поселилась. А здесь, а здесь у нас тыква. Тоже уже, вон, какая большая стала. И вот здесь вот ещё куча помидор. Тоже уже всё краснеет. И вот тоже ещё одна тыква висит на заборе. Колышется ветром. Ну, а здесь у нас хризантемка распустилась, бело-жёлтая. Георгины. Гладиолусы отцветают. В общем, всё потихоньку уже начинает отцветать. Как будто бы скоро осень. Жалко. Что-то фонтанчик сегодня у нас не работает. Чё это он сегодня халявит? Здесь тоже у нас растут кабачки и бабушкины подсолнухи. Без подсолнухов она жить не может. Посадила себе подсолнухов. Кстати, они уже, по-моему, готовы. И посмотрите, сколько у нас будет винограда. По-моему, нам его не съесть. По-моему, нужно будет делиться с соседями. Потому что его нереально много. Посмотрите, какие грозди. И огурчики тоже нас радуют в этом году своим урожаем. И вон ещё малышок под листиком. Думает, я его не замечу.